Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга и это новости Ленинского городского округа. Сегодня выпуски вы увидите. Состоялось 41-е очередное заседание Совета депутатов. Сегодня вопросы были приняты на заседание разноплановой, это и поправки в бюджет. В Центре социального обслуживания «Вера» прошел прием населения по вопросам поддержки граждан пожилого возраста. Люди, которые сейчас сегодня были, они пойдут, они расскажут своим товарищам, они расскажут своим знакомым. В этом году Георгиевский храм города Видное отметит 15-летие со дня открытия. Самое важное это не стены, а самое важное это люди. В формате видеоконференц-связи прошло 41-е очередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа. В этом году народные избранники заседали впервые. Какие вопросы стояли на повестке дня, расскажет наш корреспондент Максим Козлов. В списке, который заранее был разослан депутатом, значилось пять вопросов, которые необходимо было рассмотреть на первом в 2022 году заседании. Среди важных стоит отметить расширение перечня лиц, которые освобождаются от уплаты земельного налога на территории округа. Данный проект решения разработан с целью предоставления льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога членов многодетных семей. В отношении земельных участков, которые получены в долевую собственность для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, индивидуального жилищного строительства. Ранее для справки хочу сказать, что у нас освобождены были только мама и папа из многодетной семьи. Сейчас мы освобождаем и детей до 18 лет. Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в бюджет муниципалитета. Среди различных статей расхода народных избранников заинтересовал пункт о выделении 117 миллионов рублей на развитие сети дорожного освещения. Глава округа Алексей Спаский прояснил ситуацию. В этом году Московская область для себя приняла решение и довела эти деньги до всех муниципалитетов. Мы готовы представить эту информацию, потому что она есть в отдельном слайде, проходит на ВКСах. Целевым показателем деньги, которые предоставлены для Ленинского, это именно те самые 117 миллионов рублей. В числе прочего депутаты заслушали отчет начальника ОМВД России по Ленинскому округу Алексея Бадина. Он рассказал о результатах оперативно-служебной деятельности управления МВД на территории муниципалитета. В отчетном периоде на территории округа совершено почти полторы тысячи преступлений. Если брать аналогичный период, то чуть больше 1400. Имеем рост 5,6%. Расследовано 882 уголовных дела, что больше на 5,6% прошлого года. Выявлено 768 лиц, совершивших преступления. Также было рассмотрено еще несколько вопросов, касающихся административно-хозяйственной деятельности служб округа. По мнению председателя Совета депутатов Станислава Радченко, первое в этом году заседание прошло в конструктивном ключе. Сегодня вопросы были приняты на заседании разноплановые. Это и поправки в бюджет, так называемый отложенный бюджет, то, что мы ранее запланировали в прошлом году. Вместе с тем, это и льгота по земельному налогу. Мы расширили, собственно говоря, интересантов, многодетные семьи, в том числе и дети до 18 лет. Освобождены от уплаты земельного налога. Мы рассмотрели вопросы, такие, которые волнуют наших жителей. Это и парковка незаконная, значит, больше грузов на территории сейчас прорабатывается. Ну, такое стратегическое решение. В этом году, я надеюсь, мы его будем уже реализовывать. Полностью решения Совета депутатов округа будут опубликованы в газете «Видновские вести». В Центре социального обслуживания «Вера» прошел прием населения по вопросам социальной поддержки граждан пожилого возраста. Это уже седьмая тематическая встреча, организованная депутатами фракции «Единая Россия» на территории округа. Какие вопросы волнуют видновчан в сюжете Татьяны Брыловой. На встречу с представителем уполномоченного по правам человека в Ленинском городском округе Олегом Мурашовым и членами фракции «Единая Россия» пришли участники клуба «Активное долголетие». Некоторые, такие как Хатира Ахмедовна Шабалина, подготовили вопросы. Вопрос тоже очень болезненный, у меня сегодня мужа нету рядом. Он ребенок войны, 40-го года. И вот он два года уже оббивал пороги, не платит эти несчастные две тысячи, а он так душевно болеет. Ну как это так? Что это, государство в государстве, что ли? В Москве получают, а мы рядом и нет. Гостям встречи рассказали о нововведениях в российском законодательстве, касающихся пенсионеров и инвалидов. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предписал постановление, которое устанавливает новые правила предоставления инвалидам, имеющим транспортные средства компенсации в размере 50% от уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО. Льготы будут предоставляться в соответствии с медицинскими показаниями. Особое внимание уделили теме телефонного мошенничества. По словам Олега Мурашова, обману подвергаются не только пожилые и малообразованные люди. Поэтому знать новые схемы мошенников значит быть застрахованным от риска оказаться в числе обманутых. Схема мошенничества предусматривает два этапа. На первом этапе гражданину звонит якобы сотрудник Бюро кредитных историй, утверждает, что на него или его близких, родственник, мошенники пытаются опорнить какой-то кредит. Заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская считает, что встречи с населением очень помогают в получении важной информации. Я считаю, что она очень эффективна. Потому что люди, которые сейчас сегодня были, они пойдут, они расскажут своим товарищам, они расскажут своим знакомым, своим жителям. Это уже седьмой тематический прием, организованный депутатами фракции «Единая Россия» на территории округа. И не последний. Подобные встречи планируется проводить регулярно и дальше. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Накануне выхода передачи «Дорога к храму», которая будет посвящена главной церкви нашего округа, Георгиевскому храму города Видное, наша съемочная группа побывала в святых стенах и побеседовала с настоятелем, протеереем Михаилом Егоровым. Белоснежные стены обрамлены красными линиями, которые подчеркивают устремленность храма к небесам, словно стать самого Георгия Победоносца. Сегодня уже невозможно представить центр нашего города без Георгиевского храма. Его история началась 7 декабря 2004 года, когда митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий выбрал место для будущей церкви. Два года заняли строительные работы, и в 2007 состоялось торжественное освящение. В сентябре мы будем праздновать 15-летие уже не просто храма, а 15-летие общины Георгиевского храма. Ведь, как гласит русская пословица, церковь, она не в бревнах, а в ребрах. То есть самое важное – это не стены, а самое важное – это люди, которые приходят в храм и получают утешение, наставление, поддержку. Главная святыня храма – икона Георгия Победоносца. Этот особо почитаемый на Руси православный святой еще и покровитель воинства и символ русской доблести. Выходные и праздники служба проводится в верхнем храме, а в остальные дни – в нижнем. Когда думали, в честь кого должен быть наименован нижний храм, то владыка благословил, чтобы он был наименован как раз в честь новомучеников, то есть новых мучеников и исповедников церкви русской. То есть всех тех наших с вами предков, которые пострадали в годы гонений в 20 веке. Среди прихожан Георгиевского храма не только видновчане, но и жители других городов – москвичи. Эти намоленные стены всегда дарят покой и душевную радость. Храм здесь замечательный, батюшки. Здесь замечательные женщины, которые, матушки, за свечным ящиком работают. У меня внучка просто ходит сюда и говорит, пойдем к тете. Она говорит, к тете, пойдем. Здесь очень хорошая ведется работа с детьми, я считаю. Ждем, пока подрастет, чтобы отдать ее в воскресную школу. Для меня вот этот храм, он стал каким-то своим, уже родным. И я прихожу сюда в такие минуты, когда мне нужна поддержка, или мне хочется поделиться своей радостью. Расширенный сюжет о Георгиевском храме смотрите в ближайшем выпуске передачи «Дорога к храму». Легко ли быть юмористом в наше время? Отличается ли женский юмор от мужского? И можно ли научиться изящно шутить? Ответы на эти вопросы знает автор нового курса «Юморина», писатель, блогер и заведующая Центральной взрослой библиотекой Марина Андрианова. Рекс словно почуял неладное и старался вести себя тихо. Особенно напрягло его то обстоятельство, когда с ним к четырем часам дня погуляли уже шесть раз. Не к добру это. Писать рассказы, очерки и стихи Марина Андрианова начала, как и многие еще в школе. Во взрослом возрасте свое увлечение не забросило, благо и профессия располагает творчеству. Но вот именно к юмористическому жанру пришла лишь два года назад. Хочется, чтобы люди все-таки в наше время побольше улыбались. Во-первых, вырабатываются все равно эндорфины, гормоны, радости, счастье. И ты с болезнью справляешься легче, и как-то тебе и по жизни легче идти. И у тебя, кстати, очень много, мне кажется, таких соратников и друзей. Чтобы отточить мастерство, Марина участвовала в различных юмористических марафонах и онлайн-тренингах. И писала, писала, писала. Сейчас в ее копилке уже более 400 рассказов и очерков. Мы самые главные поклонники Маринины и читатели. Она с нами даже обсуждает какие-то моменты, что нам очень льстит. Конечно, вот так вот после рабочего дня, когда приходишь домой, уставший, настроения нету, зайдешь в Инстаграм, пролистаешь, найдешь ее рассказ и намного веселее становится. В каждом произведении есть своя фишка, но самое главное – это жизнь. Примеряешь каждое произведение, случай из жизни вспоминаешь. Увы, настоящих мастеров юмористического жанра можно пересчитать по пальцам. Чехов, Зощенко, О'Генри, Ильфа Петров среди классиков. Александра Цыпкина, Слава Усе, Евгения Чеширко и Нарине Абгарян можно выделить среди современных авторов. Вот, пожалуй, и все, сетует Марина. Поэтому она решила мотивировать молодых авторов также раскрывать свой юмористический талант. Чувство юмора практически у каждого есть. Просто нужно вытащить то, каким инструментом он сможет пользоваться. Потому что кто-то силен в импровизации, то есть хоп, и сразу шутку выдает. Кто-то силен в том, что в каких-то там, я не знаю, придумывания метафор. Для этого Марина Андрианова запускает курс по юмористическому стори-тейлингу «Юмарина». Занятия будут вестись онлайн в Инстаграме и Телеграме. Я выхожу в прямой эфир, рассказываю, вот, например, тема «Герой». Мы отталкиваемся от героя. Мне кажется, вообще вот эта вот тема героя, то есть как придумать героя, да, наделить его какими-то особенностями, придумать ему имя, в каких условиях он живет. Слушатели ждут прямые эфиры с участием Марины и трех юмористов-спикеров. Много теоретической и практической информации, общения онлайн и, конечно, творческие задания. Автор курса обещает, будет интересно и, главное, весело. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова